Первый доклад — это кровесберегающие технологии переоперационного периода в онкохирургии. По данным ВОЗ, анемия уже начинается с гемоглобина ниже 130-120 грамм на литр. Классификация здесь представлена. Насколько я знаю, о ней более подробно будет говорить в своем сообщении Марина Александровна. Распространенность анемии, вы видите по этому слайду у пациентов нашего профиля, а именно онкологии, она достигает до 71%, в частности у больных с раком легкого. Предоперационная анемия. Почему это важно знать и важно ее предупреждать? Потому что она ассоциирована с четырехкратным увеличением повреждения почек, необходимостью в пять раз увеличивает трансфузии, на 30% увеличение риска развития инсульта, на 22% увеличение продолжительности госпитализации, в два раза увеличивается число инфекционных осложнений и, как следствие, смертность увеличивается, может, в три раза. Это данные, посмотрите, 2018 год. Из наших отечественных работ я бы хотел остановиться на очень фундаментальном исследовании, это диссертационное сыскание ученой степени, доктора медицинских наук, нашего санкт-петербургского врача-онколога Глеба Николаевича Хрыкова, о лечении рака ободочной кишки у больных пожилого и старческого возраста. Он успешно ее защитил в 2019 году. И он рассматривал пороговое значение уровня гемоглобина перед операцией и количество тяжелых осложнений в раннем послеоперационном периоде в группе у больных с отягощенным соматическим анамнезом, у больных с диагнозом рака ободочной кишки пожилого и старческого возраста. И вот обратите внимание, в зависимости от уровня гемоглобина, в группе пациентов, где гемоглобин исходный был ниже 120 грамм на литр, непосредственно увеличение происходило в два раза количество осложнений в сравнении с группой, где гемоглобин этот был выше 120 грамм на литр. Литературные данные говорят о следующем. Чаще всего анемию, конечно, мы корригируем на сегодняшний день. Это трансфузии. Они из нашей жизни не ушли, и в ближайшее время вряд ли мы можем это ожидать. И вот обратите внимание, исходы на общую выживаемость и безрецидивную выживаемость у больных с злокачественным новообразованием верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Это рак пищевода, рак желудка. И вот там, где была гемотрансфузия, это красная непосредственная линия, обратите внимание, насколько хуже и уровень общей выживаемости, и уровень рецидивной выживаемости в этих группах в сравнении с группой, где гемотрансфузия не выполнялась. Мы посмотрели еще несколько лет назад данные эти от 2019 года идут по нашему центру. И обратили внимание, что в 53-80% случаев интероперационной или в переоперационном периоде мы переливаем одну-две дозы эритроцитов. И задались таким вопросом, а можно ли каким-то образом избежать именно введения небольшого объема эритроцитов, чтобы провести коррекцию анемии? Есть ли такая возможность? Обратившись к национально-онкологической программе, которая ращена до 2030 года, она утверждена была еще в 2019 году, мы обратили внимание, что принято было решение еще с ссылкой, видите, на 2020 год о менеджменте крови пациентов в онкологии, именно в Российской Федерации, так называемая резолюция во имя улучшения оказания помощи онкологическим больным. И она основана на непосредственно мировой менеджменте крови пациента, которая была принята до этого, и состоит из трех хорошо известных компонентов. Это оптимизация количества эритроцитов пациента, минимизация кровопотери и кровотечения, и оптимизация физиологических резервов организма при анемии. И вот согласно консенсусам, консенсусам различным, принято, что перед операцией уровень, целевой уровень гемоглобина должен быть не менее 130 грамм на литр. Вот, обратите внимание, пожалуйста, на эту публикацию. И мы задались вопросом, как это можно реализовать непосредственно в наших условиях. Сейчас мы будем говорить чисто о опыте именно нашего центра. И я начну с именно первого компонента, потому что он нам оказался, вот мы еще раз посмотрим на эти компоненты, так вот, второй и третий компонент, минимизация кровопотери и кровотечения, оптимизация физиологических резервов организма при анемии, на наш взгляд, оказался более легко, если так можно сказать, слово легко подходит здесь, выполнимый, чем первый компонент. Почему? Потому что реализация второго и третьего компонента, она зависит только, в общем-то, по сути дела, от нас. А вот давайте посмотрим первый компонент. Что нужно реализовать, чтобы его выполнить? Это нужно выявить анемию, выявить основное заболевание, приводящее к анемии, лечение основного заболевания, оценка результатов лечения при необходимости, восполнение недостаточных запасов железа при дефиците железа, анемии и хронические заболевания с дефицитом железа. Вот. И оказывается, это сделать сложно и сложнее. Почему? Потому что здесь необходим мультидисциплинарный подход специалистов, работающих, подчеркиваю, в разных лечебных учреждениях. Реализация второго и третьего компонента – это тоже мультидисциплинарный подход, но все это можно сделать внутри учреждения. А первый компонент – он реализовывается специалистами различных учреждений, зачастую подчиняющихся, в общем-то, различным непосредственно организациям. И вот посмотрите, как мы, так и другие онкологические центры имеют ограничение предоперационного периода. Сутки – койка день, а зачастую пациенты поступают с колес в операционную. Второе. А кто проводит скрининг аномии? Кто проводит коррекцию аномии? При каком уровне гемоглобина возможна плановая операция? На какой приказ юридического обоснования мы можем ориентироваться? И в итоге мы можем говорить об отсутствии маршрутизации пациентов с аномией. Вот это очень важный слайд, и я знаю, что, Марина Александровна, на нем тоже остановится. Как можно выйти, попытаться из этого положения? Если мы с вами посмотрим на современный гонлайн, он 22-го года, это зарубежный гонлайн, это подготовка пациентов, рекомендации по подготовке пациента кардиологического профиля при некардиохирургических операциях. В 23-м году непосредственно Ассоциация кардиологов, она тоже выпустила, наши страны, она тоже выпустила соответствующие рекомендации. Но вот этот раздел в наши рекомендации не попал. Я остановлюсь на этих рекомендациях, потому что я думаю, что через какой-то промежуток времени эти рекомендации, скорее всего, будут в новых рекомендациях ФАР по подготовке этих больных пациентов к оперативному вмешательству. Посмотрите, рекомендуется определение уровня гемоглобина на предоперационном этапе у пациентов, которым запланировано некардиологическое оперативное вмешательство, умеренного или высокого риска. Но это естественно. Далее, рекомендуется проводить лечение анемии при некардиологических оперативных вмешательств на предоперационном уровне с целью снизить потребность переливания эритроцитов интероперационно. Вот здесь и начинаются сложности, а иногда и непредалимые трудности. Об этом мы остановимся и скажем о своем опыте. И далее следует рассмотреть использование алгоритма для диагностики и лечения анемии у пациентов, которым запланировано некардиологическое оперативное вмешательство. То есть мы, уважаемые коллеги, возвращаемся к этой программе менеджмента крови. Как мы пытаемся реализовать это на своем опыте? Впервые пациент появляется перед врачом-хирургом в нашем центре где-то за 2-3 недели до оперативного вмешательства. И вот этот момент мы должны очень активно использовать. И здесь очень важна непосредственно роль наших коллег-терапевтов, которые определяют непосредственно перед операцией функциональный статус пациента и назначают дополнительную терапию. И вот здесь в том числе речь идет и о выявлении анемии и начале непосредственно проведения терапии. Самое сложное это то, чтобы пациент попал именно от осмотра хирурга непосредственно дальше, пошел в частности к врачу-терапевту. На какие юридические документы мы с вами опираемся на сегодняшний день? Мария Александровна будет подробно говорить об этом. Ну вот два основных документа здесь представлены. Это приказ непосредственно Минздрава 1148-Н и приказ 1170-Н. Здесь они отражены. Их непосредственная функция, что они предопределяют, здесь тоже отражено на этом слайде. Все очень хорошо. Разработать СОП, алгоритмы для обеспечения безопасности, заготовки донорской крови, прописанная возможность проведения трансфузионной терапии в условиях дневного стационара. Вот это очень хорошо. Очень хорошо для нашей практики. Но чего здесь нет, в отличие, кстати говоря, от предыдущего приказа. А где показания к проведению трансфузионной терапии? И вот Мария Александровна сегодня остановится очень подробно на этом вопросе. И это, на мой взгляд, очень важно. Пока мы ориентируемся, по большому счету, непосредственно на те рекомендации, которые есть как в рекомендациях ФАР, так и в различной литературе. Вот кому следует назначать гемотрансфузии перед операцией? Это пациентам с концентрацией гемоглобина ниже 70-80 грамм на литр. Тяжелые симптомы связаны с аномией, даже при более высоком уровне гемоглобина. Необходимость немедленного повышения уровня гемоглобина. Если мы обратим внимание на рекомендации Русска 22-го года, то вот в этой схеме, она почти полностью перенесена из более ранних 18-го года, рекомендации обратить внимание, переливание крови, трансфузия эритроцитарной массы, это тяжелая аномия, ниже 70 грамм на литр. Хорошо. А если аномия связана с дефицитом железа? Литературные данные говорят, что в 50% случаях, как минимум, аномия связана с дефицитом железа. А мы видели и предыдущие слайды, которые были экстраполированы непосредственно на онкологию, видели, что этот процент в ряде случаев может быть и выше. Как быть? И вот здесь встает вопрос, что нужно определить вид аномии. алгоритм определения вида периперационной аномии. Это несложно сделать, с одной стороны. Это ферритин сыворотки необходимо определить, необходимо сделать насыщение трансферина железом, C-реактивного белка уровень определить, и мы с вами можем по этому сориентироваться, какой же вид непосредственно на аномии. Вот по слайду хорошо виден этот алгоритм, и мы видим, что более 50% выявляется железодефицитная аномия. Я сказал буквально минуту назад, что довольно просто определить вид аномии. Ориентируясь вот на этот алгоритм, да. А если мы непосредственно подходим к нашей практике, а это где можно сделать? На уровне поликлиники. На уровне поликлиники это можно сделать. Но нужно сказать, и мы дальше будем с вами говорить о таких серьезных проблемах, о том, что этих пациентов довольно боятся на уровне поликлиники онкологической, его как можно быстрее отправляют. И с одной стороны это правильно, что как можно быстрее нужно перенаправить этого пациента непосредственно в специализированное учреждение, но при этом, к сожалению, забывая вот об этом моменте, а именно определение вида аномии. И в практике, вот у нас мы на отделении, два раза в неделю врачи отделения проводят свою работу в поликлинике. И мы сталкиваемся сплошь и рядом. Из 10-15 пациентов в лучшем случае, это в лучшем случае, а чаще всего это еще и хуже цифры, когда пациент уже четко пришел и сказал, у меня вот такой вид аномии, подтвержденный непосредственно, соответственно, врачебным диагнозом. Итак, мы выставили диагноз железодефицитная аномия. Такая возможность у нас на уровне поликлиники есть. И давайте с вами посмотрим, на что мы должны ориентироваться. Итак, рекомендации. У пациентов с предоперационной железодефицитной аномией или железодефицитом без аномии терапию следует проводить только препаратами железа. То есть первый момент мы определились, только препараты железа. Теперь, какие и когда? Мы с вами сказали уже, пациент прибывает к нам, мы впервые его увидим за три недели, может быть, за месяц до оперативного вмешательства. Он обращается к нам за помощью. То есть мы тогда должны ориентироваться вот на эту часть представленного слайда. Если операция планируется в течение менее шести недель, после диагностики дефицита железа рекомендовано применение внутривенных препаратов железа. Мы пришли к пониманию о необходимости использования внутривенных препаратов железа, если это железодефицитная аномия. И если есть возможность ее коррекции, а не просто выполнение трансфузии перед операцией. Обращаемся к практическим рекомендациям Русска. 22-й год. Рекомендуемые режимы и препараты для введения препаратов железа. Четыре препарата рекомендованы. Железо-3-гидроксид-сахаразный комплекс, железо-карбоксимальтазат, железо-3-гидроксид-декстран, железо-3-гидроксид-олигомальтазат. Из этих четырех препаратов мы имеем опыт использования двух препаратов, которые мы в свое время применяем. Применяли это карбоксимальтазат железо. Мы использовали в свое время препарат, такой как феринжект, и непосредственно железо-3-гидроксид-олигомальтазат, препарат монофер. Начали работать с препаратом непосредственно железо-карбоксимальтазат железо. И надо сказать, что получили неплохой эффект. Действительно идет прирост непосредственно гемоглобина за две недели на 20 единиц. Но далее мы столкнулись с таким понятием, как безопасность лекарственного препарата. И вот у наших пациентов онкологических, а это особенность пациентов онкологических, это после проведения химиотерапии и вообще, как онкологический пациент, он рассматривается с потенциальной гипофосфатемией. И вот существуют работы, которые говорят о том, что у карбоксимальтазата железа частота возникновения гипофосфатемии она выше. К сожалению, этому препарату характерны именно развитие тяжелой гипофосфатемии именно конкретно у онкологического профиля пациентов. Тут очень тщательный контроль должен быть терапии. И в данном случае, посмотрите, работа 2020 года, она говорит о том, что развитие гипофосфатемии при использовании карбоксимальтазата железа выше значимо, чем у олигомальтазата железа. В связи с этим, мы стали использовать именно в практике для коррекции анемии именно олигомальтазат железа. Эффективность этого препарата состоит в том, что если он используется в дозе 1000, а сейчас я должен подчеркнуть, речь идет в последнее время об увеличении, о возможности использования больше доз, 1500 мг, эффект наступает уже с третьего дня. И с быстрым орустом гемоглобина на 50% на пятый день, 75% на 10-14 дни и максимум через 3 недели. Вот это очень важно. Максимум 3 недели, быстрый очень эффект. Кроме того, и высокий профиль безопасности без тест-дозы, минимальная опасность вызывать гипофосфатемию, минимальнейший риск. И использовать его довольно просто и легко и на догоспитальном этапе. Обратите внимание, дневные стационары, он вводится в течение 15 минут в разведение непосредственно и вводится около 30 минут, если доза превышает 1000 мг. И вот давайте посмотрим, вот наши результаты. Онкогинекологический профиль. Мы посмотрели, у пациентов подтверждённая железодефицитная анемия, три группы в зависимости от исходного уровня гемоглобина. Использовали однократно в неделю 1500 мг внутривенно. Использовали дважды в течение двух недель этот препарат. И посмотрите, получили какие результаты. И вот здесь, что интересно, исходя вот из этой схемы, которую мы, диаграммы, посмотрите, чем меньше был уровень исходной гемоглобина, тем больше идёт прирост. Он более резкий и больше прирост. Получили до 25 единиц за двое суток, за две недели. А так в целом 20-22 единицы. Но тут при условии, если пациент не кровит. Вот это нужно тоже подчеркнуть. Поэтому клинический эффект этого препарата появляется уже в конце первой недели. В случае ограниченного времени, а мы имеем именно ограниченное время, именно с нашей точки зрения препараты для внутривенного введения, и в частности, мы отдаём предпочтение в данном случае олигомальтазатого железа, и за две недели на 20-25 грамм на литр мы можем увеличить непосредственно исходный уровень гемоглобина. И давайте посмотрим клинический пример. Вот недавно у нас оперировался пациент старческого возраста, 92 года. Удаление гигантского опухоли забрешенного пространства, обратите внимание, 20 килограмм. 20 килограмм. Вот это образование. Исходный вес пациента был 74 килограмма. Ну, практически треть организма было удалено. Вот этот пациент на следующий день после операции. И обратите внимание на нижние конечности, вот такая одрябшая кожа, потому что всё было сдавлено непосредственно образованием, и ноги, вот слоновость такая огромная была у пациента перед самой оперативным вмешательством. Здесь проблема, в общем-то, конечно, с объёмом инфузии, инфузионной терапии очень большой, потому что, естественно, и сопутствующие патологии, и образование сдавливающего непосредственно сосуды, крупные сосуды малого таза. А вот результаты по уровню гемоглобина. Пациент к нам поступает, достаточно быстро пациента готовили, ещё на догоспитальном этапе было введено однократно 1500 миллиграмм непосредственно олигомальтазата железа, и посмотрите, прирост за 5 дней составил 11 единиц. Это неплохой очень результат. Ну, тут подтверждённая была ещё смешанная анемия, ну, и железодефицитная анемия присутствовала. И вот посмотрите, в послеоперационном периоде 75 грамм на литр. Вот это тот вариант, когда мы переливать кровь или не переливать кровь в послеоперационном периоде. Здесь не было наложено никаких анастомозов, у пациента, по сути дела, последние полгода была хроническая анемия, мы решили пойти по пути введение непосредственно олигомальтазата железа. Дважды был введён и прекрасный очень прирост оказался. Обратите внимание, 28 грамм на литр за тут больше, чем, ну, где-то около 17 суток прошло. Но что нас тормозит? Я думаю, не только нас тормозит, а, наверное, тормозит здесь всех, если мы будем честны и откровенно смотреть на всю вот эту вот проблему. Логистическая цепочка, она хорошо известна, вот мы её прописали, да, и она прописана замечательно в менеджменте крови, да, но вот она осуществима по большому счёту только в отдельных клинических случаях. Почему? Потому что новобладает предоперационный период. Эти препараты, препараты железа, они в систему ОМС не входят, и мы не можем их на уровне поликлиники начать переливать, непосредственно вводить пациенту. Эти пациенты попадают по большому счёту под систему непосредственно платных услуг. Или же этим пациентам переливание этого препарата идёт в поликлинике. Но там тоже есть и соглашаются врачи непосредственно в поликлинике использовать эти препараты, то здесь тоже есть некоторые несостыковки. Пациент сам приносит препарат. Понятно, что он взят в аптеке, но он приносит его со стороны. И проводится инфузия этого препарата. согласится ли служба поликлиники на выполнение этой процедуры или нет? Это тоже вопрос. То есть использование современных препаратов железа на догоспитальном этапе не всегда возможно. Кроме того, в частности, карбоксимальтазат железа, о нём мы говорили, там в инструкции прописано, что этот препарат должен быть применён в условиях, где необходимо есть отделение, которое может провести неотложную и оказать неотложную помощь. И это отпугивает, когда мы прописывали пациенту на поликлинику это выполнение инфузии, в частности, карбоксимальтазата железа, из пяти в лучшем случае у одного соглашались выполнить в поликлинике эту процедуру. Ну и отсутствие маршрутизации пациентов с анемией, и мы должны говорить о том, что, к сожалению, подготовки к операции пациента с анемией, как трансфузия в предоперационном периоде до госпитализации, подчёркиваю, до госпитализации, так и пациенты с анемией железодефицитной, в целом система подготовки на сегодняшний день не сложилась. Но я бы не стал бы говорить столь категорически и пессимистически по этому поводу, поэтому вы на этом слайде, уважаемые коллеги, видите, что шлагбам-то немножко приподнят. Мы идём, я считаю, по правильному пути и будем развивать далее наши идеи. Если мы говорим об операционном этапе, то здесь в операционной это сотрудничество на данном слайде два врача, анестезиолог и реаниматолог. Я думаю, Мария Александровна меня извинит, потому что здесь должен быть, конечно же, и трансфузиолог, просто трансфузиолог, он не так часто именно в операционной находится, но с другой стороны рука врача анестезиолога всегда на кнопке телефона, и он хорошо знает номер именно трансфузиологической службы, и как что, сразу же мы созваниваемся непосредственно с нашими коллегами. То есть здесь опять же речь идёт о мультидисциплинарном подходе, но то, что это внутри происходит, внутри центра, нашего или другого центра, это проще, потому что все мы рядом, все мы друг друга знаем, и если ещё и прописаны соответствующие алгоритмы или СОПы, то работать в этом плане легче. Задача анестезиолога сбалансированная инфузионная терапия, реинфузия крови, в частности использования селсевера, воздействия на систему гемостаза с учётом имеющихся и возможных отклонений управляемая гипотония. Хирург это профессионализм работать бескровно, это минимальная инвазивность, это блокада сосудов до рассещения, это использование современной аппаратуры, гемостатических инструментов, аргонового, лучевого коагулятора, скальпеля лазерного и местной гемостатики, которых сейчас достаточно много и хорошего качества. Если мы говорим с вами о проведении анестезии, нужно помнить, что качество анестезии, оно сводится к адекватному кислородному транспорту. И вот здесь задача врача-анестезиолога провести сбалансированную анестезию, проводя адекватную инфузионную терапию, о чём сказать легче, чем сделать, при необходимости подключения непосредственно прессорных препаратов для того, чтобы поддержать минутный объём кровообращения, а именно сердечный индекс на достаточном уровне, чтобы обеспечить адекватный кислородный транспорт. Много очень говорят о новом взгляде на адекватность инфузии, целью которой является коррекция функции сердечно-сосудистой системы, с целью обеспечения нормальной и вот здесь даже сверх нормальной доставки кислорода ткани за счёт оптимизации как преднагрузки левого желудочка, так и его инотропной функции путём достижения заданных целевых значений основных гемодинамических показателей. Сказать проще, чем сделать. Сделать очень сложно. И вот здесь, конечно, предложенная схема, она подчёркивает о том, что мы должны ориентироваться на хороший мониторинг, который нам подскажет, инфузионная терапия, инотропы, вазопрессоры или отказ, или комбинация этих методов вместе. Давайте попробуем посмотреть, что в рекомендациях. В рекомендациях, если мы ориентируемся, ну, вроде как, всё проще, чем на самом деле происходит в операционной. Начинать с сведения кристаллоидных растворов, об этом говорят уже давно, с этим, наверное, можно согласиться. Далее, сбалансированные электролитные растворы, тем более, назначение инфузионной терапии должно основываться на данных, полученных с помощью малоинвазивных методов контроля гемодинамики. Об этом вот как раз мы с вами поговорим, хотя достоверность крайне высокая. Предлагается рассмотреть ограничения использования коллоидов из-за неблагоприятного воздействия на гемостаз. Назначать на начальном этапе лечения больных с массивной кровопотери рекомендуется рассмотреть трансфузию свежезамороженной плазмы в отношении с эритроцитами 1 к 2. Рекомендуется введение свежезамороженной плазмы для поддержания уровня ПТВ или АЧТВ не выше полуторного увеличения от нормального диапазона на фоне кровотечения. Но здесь возникает ряд вопросов. Первое это соотношение эритроцитов и непосредственно свежезамороженной плазмы. И вот посмотрите непосредственно в одном месте описан один уровень одно соотношение, а в другом непосредственно в клинических рекомендациях на другой странице уровень описан непосредственно другой. Поэтому чаще всего конечно используем на уровень 1 к 2. 1 к 2. Но наверное должен сказать что существует очень большое количество работ которые говорят нам о том что соотношения могут меняться. Мы с вами сейчас посмотрим непосредственно на некоторые примеры клинические где мы не всегда придерживаемся этого уровня. И работ повторяю наверное скорее всего будет и длительное время такое же большое количество которые будут указывать несколько разные соотношения одного показателя к другому. Если речь идет о непосредственном использовании декстранов в частности крахмала вот посмотрите показания крахмала это лечение гиповолемии при острой кровопотере если применение растворов кристаллодов является недостаточным. и дальше указаны четкие способ применения и что самое важное дозы за эти дозы выходить нельзя и здесь есть еще один момент который меня например ну как бы смущает посмотрите мы же сейчас работаем в юридическом поле как любят говорить вот смотрите противопоказания раздел противопоказания пациенты реанимационного профиля противопоказания обычно находящиеся в отделении реанимации интенсивной терапии это противопоказания дегидротация тоже противопоказание к использованию гидроксиэтил крахмала то есть мы должны ориентироваться на способ применения и на дозы дозы и вот показания вот показания лечение гиповолемии при острой коропотерии если применение растворов кристаллович является недостаточным малоинвазивные методы исследования если мы говорим о четком контроле гемодинамики на который ориентируется инфузионная терапия но невозможно конечно ориентироваться без непосредственно инвазивного мониторинга в практике мы это все прекрасно понимаем поэтому если предстоит большая кровопотеря пациент выраженной сопутствующей патологии АСА-3 и выше инвазивный мониторинг должен присутствовать правила переливания крови вот мы уже ссылались с вами и говорили правда устно на протокол реанимации интенсивной терапии острой кровопотери 70-90 грамм на литр да по непосредственно клиническим рекомендациям ФАР вот очень интересно и о них будет тоже Марина Александровна будет более подробно говорить я очень быстро пробегу это правило переливания крови российской ассоциации трансфузиологов здесь не просто уровень гемоглобина здесь сопутствующие патологии у пациента и можно и при определенно сопутствующей патологии переливать кровь и при более высоком уровне гемоглобина вот он и так ну под переливанием крови конечно понимается коллеги эритроциты важно отслеживать динамический уровень гемоглобина почему потому что мы часто можем некоторые точки забора периодически забора к уровню попасть непосредственно в выраженную гемодилюцию при которой не четкий показатель уровня гемоглобина и вот тут как раз рука и тянется позвонить непосредственно трансфузиологам и попросить уже непосредственно эритроциты чтобы начать выполнять трансфузию эритроцитов а может быть этого делать и не надо вот динамический контроль нам может как раз подсказать избежать именно вот этой ненужной на тот момент процедуры возможности уменьшения кровопотери управляемая гемодилюция для онкологических пациентов ну вопрос не всегда она подходит использование аутокрови об этом сейчас мы с вами поговорим управляемая гипотония тоже у пациента с выраженной сопутствующей патологией не всегда подходит а вот использование антифибринолитиков прокогулянтов производные вазопрессина об этом мы чуть выше с вами поговорим а конечно на помощь здесь приходят особенно смежных специальностях это непосредственно селсевер но вот в конструкции к селсеверу которые мы пользуемся в нашей стране под пунктом 3 противопоказания осложнения хирургическое вмешательство в области злокачественного образования может стимулировать диссиминацию опухолевых клеток в случае их аспирации в ауто трансфизионную систему опять же юридическое поле мы попадаем как быть и вот здесь на сегодняшний день нужно сказать что появилось очень хороший обзор Андрея Юрьевича Лубнина профессора Андрея Юрьевича Лубнина из города Москвы в вестнике интенсивной терапии имени профессора Салтанова была опубликована статья ринфузия крови в хирургии современное состояние проблемы рассмотрено огромное количество работ и в которых указано что онкология в настоящее время противопоказанием для аппаратной ринфузии крови не является надо просто использовать известные методы декомбинации ринфузата инфективность которых убедительно доказана и вот если мы возвращаемся но тут я повторяю тут вот как раз этот слайд он не относится к онкологам но здесь посмотрите какой подход у зарубежных коллег у пациентов подвергшихся оперативного вмешательства с ожидаемой кровопотерей больше или равно 500 миллилитров рекомендуется использование технологии для аутогемотрансфузии отмытых эритроцитов далее что еще здесь на мой взгляд очень важно вот этот пункт пациентам подвергнутым некардиологическому оперативному вмешательству и массивной кровопотере следует немедленно рассмотреть введение тараноксамовой кислоты и давайте с вами посмотрим дальше преимущества применения аутокровия они хорошо отражены вот первый пункт позвольте я его даже не буду зачитывать потому что это преимущество но общеизвестно а если мы говорим об онкологии смотрите работа 22 года применение аутокрови у пациентов во время операции по поводу рака приводило к лучшим результатам по сравнению с пациентами получившими аллогенную трансфузию крови это использование аутокрови не заранее заготовлено а использование его во время операции при помощи селсейвера спасенной крови все бы было бы хорошо конечно но нужно сказать что забор вот если это массивная кровопотеря идет забор и отмывание не так быстро как мы бы хотели бы и вот последний здесь третий пункт следует отметить что после отмывания отмечается некоторая потеря эритроцитов ну коллеги немножко так вот мягко написали некоторая потеря эритроцитов то что треть теряется это вообще сто процентов а когда используются и более быстрые режимы да вот то и разрешение больше то потеря она гораздо больше это пятьдесят и более процентов теряется эритроцитов при выполнении этой процедуры и я это говорю достаточно смело потому что мы совсем недавно с нашими коллегами из других городов обсуждали как раз эту проблему у всех это проблема особенно когда массивная кровопотеря возникает очень важно для решения той проблемы о которой мы говорим это создание непосредственно алгоритмов которые включены в клинические рекомендации которые должны быть юридически значимы и в частности вот акушерские анестезиологи акушеры они создали инфузионно-трансфузионную терапию рекомендации при акушерском кровотечении в зависимости от уровня кровопотери какие растворы переливаются когда они начинают непосредственно переливаться вот это очень важный момент и здесь вот слайд который вы здесь видите он частично адаптирован из клинических рекомендаций фар по протоколу реанимации интенсивной терапии при остро-массивной кровопотере и взят мной ну насколько я имел право мне сложно сказать с юридической точки зрения из работы которая еще не опубликована не опубликована но надеюсь она будет опубликована я давал рецензию великолепная работа и вот авторы я к сожалению не знаю авторов рецензент не знаю от кого он рецензирует и авторы здесь добавили к клиническим рекомендациям еще скорость использования введения того или иного препарата при различной степени кровопотери мне кажется это очень интересная таблица я надеюсь когда выйдет эта работа здесь можно будет ставить и авторов и ориентируясь на 23 год мне кажется весьма и весьма полезная таблица и здесь я хотел бы обратиться к опыту наших московских коллег в частности здесь работа Феоктистова и Карманова это далее вы увидите в общем-то еще слайды на которых будет указано как один из авторов и авторов профессор Горобец Евгений Соломонович у которого колоссальнейший опыт именно проблемы больших массивных кровопотерей лечения интенсивной терапии смотрите максимальная кровопотеря 57 литров коллеги скорость кровопотери от 2 литров 200 мл до 11 литров в час общая структура летальности 48% 12 человек погибло но 52% людей они остались в живых давайте посмотрим какая была интенсивная терапия возвращаемся какие соотношения были плазма коллоиды кристаллоиды эритроциты ну во первых нужно сказать о принципах эти принципы были изложены еще задолго до публикации этой работы профессором Горобцов в частности тоже соавтором Феоктистовым в частности и какие принципы первое превентивная коррекция дефицитов этого ЦК умеренно опережающая инфузия абсолютно можно с этим согласиться этапное построение инфузионно-трансфузионной терапии тоже очень важный момент хоть здесь он нежирным цветом выделен современное использование свежезамороженной плазмы для коррекции нарушения гемостаза трансфузия донорских эритроцитов по абсолютным показаниям своевременное использование симпатомиметиков использование ингибиторов протеолиза соотношение коллоидов к кристаллоидам 1 к 2 до 1 к 3 и применение метода аппаратной реинфузии CellSaver при отсутствии противопоказаний и вот посмотрите принцип этапности это данные на мисс онкологии имени профессора Блохина первый этап кристаллоидные растворы далее подключается кровопотеря более 20% коллоидные растворы далее при потере более 40% к непосредственно кристаллоидам и коллоидам компоненты крови свежезамороженная плазма и эритроциты четвертый этап при потере более 100% к тому о чем мы с вами говорили посмотрите вычитаются коллоидные растворы при достижении максимальной суточной дозы к четвертому этапу то есть помните мы с вами смотрели слайд показания и противопоказания к использованию крахмалов там где были четко указаны дозы и вот здесь в этом принципе этапности четко ориентир соблюден именно на это и для поддержания кровообращения симпатомиметики использовались 100% случаев и здесь большое разнообразие мизотон эфидрин допамин норадреналин комбинация препаратов этих и адреналин почти у каждого третьего в 12% случаев используется один симпатомиметик в 88% комбинация от 2 до 5 препаратов и итог какой же состав непосредственно инфузионно-трансфузионной терапии при операциях осложненных экстремальной кровопотери 26% эритроциты объем посмотрите какой кристаллоиды 40% коллоиды синтетические 13% и свежезамороженная плазма 21% определение потребности в инфузии класс рекомендации А при диагностике состояния гиповолемии необходима гиповолемия и анемия это по сути дела одно и то же необходимо учитывать данные содержания лактата насыщение кислородной смешанной или центральной венозной крови гематокрита дефицита оснований кровесберегающие технологии какие еще можно использовать это рутинная практика для обнаружения коголопатии она включает раннее повторное определение протромбинового времени активированного частичного тромбопластинового времени уровня фибриногена и количества тромбоцитов и метод тромбоэластографии очень важный с нашей точки зрения метод который зачастую показывает причину кровоточивости во время операции при внешне нормальных показателях тех же самых тромбоцитов коррекция коголопатии на основании протокола рекомендаций при реанимации интенсивной терапии острой массивной кровопотери фар фибриноген менее 2 грамм на литр трансфузия 15-20 доз кривого прецепитата тромбоциты менее 50 тысяч или тромбоциты менее 100 тысяч при продолжающейся кровотечении или пациент получал антиагреганты трансфузия 4-8 доз тромбоцитарного концентрата АЧТВ и ПТВ удлинены более чем в полтора раза трансфузия свежезамороженной плазмы в дозе 15-20 миллилитров на килограмм ионизированный кальций низкий введение кальция пациент получал новые оральные антикоагулянты ревоксабан апексабан и другие введения трансфузии кислоты 15 непосредственно миллиграмм на килограмм или концентрат протромбинового комплекса 25-30 единиц на килограмм или свежезамороженная плазма и введение концентрата протромбинового комплекса на основании уровня МНО или свежезамороженной плазмы введение если пациент получал варфарин в практике мы используем следующую гемостатическую терапию начинаем с антифибринолитиков это используем обычно нагрузочную дозу 1 грамм в течение 10 минут вводим трансфузию кислоту с последующим внутривенным введением 1 грамма в течение 8 часов далее при неэффективности этой методики терлопрессин подключаем дозирование до 1 миллиграмма с интервалом 4-6 часов до остановки кровотечения при отсутствии противопоказаний и если неэффективны все вот эти методы как и хирургические в том числе использование этих препаратов то подключаем рекомендантно активированный фактор 7 и несколько слов по таранексамовой кислоты в инструкции повторяю мы все живем в юридическом поле инструкции препарату у пациента с высоким риском развития тромбоза а это онкология высокий риск тромбоза перед применением таранексамовой кислоты следует выявлять факторы риска тромбоэмболических осложнений и если раньше писали что влияние таранексамовой кислоты на тромбоэмболические осложнения летальность до конца не изучена требуется проведение дальнейших исследований 12 год то вот коллеги 21 год вышло большой очень метаанализ включающий 216 исследований 125 с лишним тысяч пациентов не обнаружено доказательств подтверждающих общий повышенный риск тромбоэмболических осложнений при использовании таранексамовой кислоты что подтверждает общую безопасность этого препарата проблема гипотермия умеренная гипотермия снижением на 1 градус увеличивает потерю крови на 16% и потребность в трансфузии на 22% при снижении температуры нарушается агрегация адгезия тромбоцитов серьезная очень проблема во время операции необходимо поддерживать режим нормотермии с помощью специальных систем обогрева и переливания теплых растворов рекомендовано поддержание интероперационной нормотермии так как это способствует снижению уровня кровопотери и потребности в трансфузиях управляемая артериальная гипотония что используем в частности мы это ингаляционные анестетики больше всего мы используем сейчас для этой цели севофлюран есть у нас соответствующие работы которые показывают более эффективность именно этого препарата кроме того конечно же это спинальная и эпидуральная анестезия ганглиоглоблокаторы практически сейчас как и от вазодилетаторов интероперационной мы отказались так же как и от блокаторов кальциевых каналов но нужно здесь помнить одно эти методики работают когда систолическое артериальное давление ниже 80-70 миллиметров плотного столба и здесь мы сталкиваемся с следующим искусство врача анестезиолога должно быть такое чтобы среднее артериальное давление было не ниже 60 миллиметров ртутного столба потому что есть четкие работы которые показывают что при снижении среднего артериального давления ниже 60-55 миллиметров ртутного столба резко возрастает риск осложнений и в частности 30-дневной выживаемости 30-дневная летальность так называемая она увеличивается у этих пациентов пациентов в онкологии пациенты очень часто имеют выраженную сопутствующую патологию центрально-неороксиальные блокады на данном слайде показывают они способствуют снижению непосредственно кровопотери механизм здесь наверное следующий то что с одной стороны создается умеренная гипотония а с другой стороны часто при использовании неороксиальный блокад проведение инфузионной терапии в большем объеме приводит к гемодилюции при которой меньший процент гемоглобина теряется в своей практике мы обнаружили что использование в частности терлопресина для уменьшения кровопотери и неороксиальные блокады вот когда сочетается начинается неороксиальная блокада и введение терлопресина с одной стороны артериальное давление не столь значимо снижается и с другой стороны эффект терлопресина привык к тому что на фоне этого и уменьшается степень кровопотерей и артериальная гипотония выраженная не наступает вот обратите внимание коллеги вот такой интересный факт мы в своей практике обнаружили роль хирургического гемостаза очень важна вот клинический пример рак яичника здесь конечно важно использование различной аппаратуры когда происходит легирование сосудов чтобы избежать излишней кровопотери этому слайду мы еще вернемся местные гемостатики рекомендуется использование местных гемостатических средств в сочетании с другими хирургическими мерами или тампонады для остановки венозного или умеренно артериального кровотечения связанных с травмой паренхима препараты которые здесь и мы в частности используем они представлены послеоперационный этап лекция подходит к концу это сокращение проб крови для анализов нормализация гемостаза своевременная коррекция ОЦК электролитных нарушений очень важно рациональная антикоагулянтная терапия применение внутривенных препаратов железа давайте посмотрим вот Габайдулин очень интересное исследование провел 21 год до 500 миллилитров крови потери в реанимации у тяжелых пациентов которым множество идет исследований различных в неделю но у нас менее цифра получилась менее такая вот жесткая но все равно 350 миллилитров это очень значимо то есть нужно посмотреть есть ли возможность здесь ограничение забора разумного забора для необходимого именно четко определение того или иного показателя при исследовании и возможности ограничения забора крови вот мы возвращаемся к этой же пациентке посмотрите вес образования 9,5 килограмм и в частности мы говорим о том что пациентка с сопутствующей железодефицитной анемии исходна получилось так что в предоперационном периоде нам удалось провести коррекцию но только одну дозу 1500 миллиграмм ввели и у пациентки до операции на 15 единиц увеличился уровень гемоглобина это очень хороший оказался результат согласитесь после операционном периоде гемоглобин 71 грамм на литр выраженная достаточно гемодилюция и вот здесь мы все-таки пошли по пути то что не было наложено на стомозы что у пациентов в общем-то хроническая анемия длительное время такое образование понятно что не за 1-2 дня появилось мы использовали дважды 1500 миллиграмм непосредственно гидрооксида олигоизомальтазата железа и вы посмотрите получили через 2 недели уже прирост на 19 единиц уровень гемоглобина ну и буквально несколько слов вот я как-то стал в последнее время часто задумываться что вообще в перспективе нас может ждать вообще вот что может ждать и в частности по этому вопросу я вспоминаю когда несколько лет назад это наверное около 10 лет назад было в городе Петрозаводске на замечательном в общем-то проводилось такой вот форум зильберские чтения и вот Антолий Петрович Зильбер профессор Зильбер выступал с лекцией открытия этого форума была и лекция называлась трансфузиология от рассвета до заката и его убеждение это отказ от трансфузии он когда будет когда-то будет и коллеги то время в которой мы живем то неблагополучная эпидемиологическая обстановка она тоже должна побудить о том что мы от трансфузии должны когда-то уйдить то что сейчас это невозможно невозможно это в ближайшее самое время это все понятно но сама понятие я бы сказал вы даже знаете извините выживаемость человека в будущем она зависит от многого что мы сейчас переливаем как это проявится генетически у многих когда я вот эти вещи затрагиваю вызываются улыбки на лице да вот кто-то сказал вы там иногда мыслите как там голова профессора доуле да на что я один раз ответил а вы замечательные труды профессора демихова это вспомните да вот если бы они не остановились что это могло еще произойти на животных это все получили в итоге да вот и вот это переливание непонятной смеси которая называется кровь донорская особенно в наших условиях да вот если мы вспомним то что мы пережили совсем недавно непонятно что вообще происходит с ней поэтому вот это настоящее наше оно диктует наверное возможное будущее из прошлого ведь остановились работы по перфторану да препарат показал уникальные вещи вот хотя бы то что мы сейчас здесь видим в практике да много было побочных эффектов кто использовал перфторан вот мне учителя мои рассказывали я сам не использовал никогда его вот говорили были эффекты но и были побои были побочные эффекты но вот коллеги из за рубежом часто особенно военных условиях они пошли дальше пошли дальше и в частности начали разработки и в частности такого препарата гемопюр да вот это но правда он на ксеноматериале с бычьего гемоглобина на мой взгляд наверное это не не совсем подойдет надо что-то наверное искать нейтральное но надо что-то наверное искать нейтральное но это повторяю это наверное в самом конце то что какие мысли витают последнее время вот лично у меня в голове я изложил уважаемые коллеги может быть кого-то что-то подтолкнет к дальнейшим исследованиям ну и в заключении коллеги я хотел бы остановиться это к вопросу давайте помечтаем немножко ну и в заключении конечно успешное решение проблемы ведения пациентов с аномией в переоперационном периоде это только мультидисциплинарный подход как на амбулаторном так и на госпитальном этапах с участием врачей различных специальностей с соблюдением правил приемственности уважаемые коллеги благодарю вас за внимание спасибо